Здарова всем! В руках я держу, кручу и верчу самые настоящие мозги для роботов. Да, ну какой робот без мозгов? И вот у меня в руках вот такая замечательная микросхемка, которая очень помогает делать самых настоящих роботов. Почему я решил, что эта микросхема позволяет делать роботов? Ну, давайте расскажу. Короче, недавно я рассказывал про то, как на ВДНХ попала вот такая хорошая самоделка, выполненная по вот такой вот схеме. Это пингвин, который идет на свет. Я, конечно, внес свои поправки и коррективы. И, в общем, чтобы сделать такую самоделку, конечно, потребовалось достаточно большое количество деталей, плюс реле, транзисторы. Но все это можно было заменить всего лишь одной вот такой микросхемой. И она не только заменяет вот такую схему, она заменяет очень многое. Что же я держу в руках? В руках я держу... Да, давайте предысторию. Я сделал робота, который тоже идет на свет, бежит за солнцем, но при этом, в отличие от вот этого пингвина, которого я показал и раскритиковал, мой робот не потребовал ни микросхем, ни транзисторов, ни фотодиодов. Да, это были два моторчика и две солнечные панели. Кому интересно, посмотрите в описании, ссылочку внизу. Кстати, там же вы найдете описание этой микросхемы. А пока, так как я создавал роботов абсолютно безмозглых и бестолковых на вот таких вот моторчиках с редукторами, мне мой братишка посоветовал все-таки сделать что-то более серьезное и начать заниматься микросхемными мозгами. И я, как самый настоящий зомби роботов, взял и взял у братишки вот такую микросхему. Да, это он мне посоветовал. А теперь электронная предыстория. Вот чтобы организовать движение пингвина, надо вот собрать такую схему. Там реле переключает эти моторчики в зависимости от того, как освещается вот такой вот фотодиодик. Ну, либо светодиодик, кому что больше нравится. В этой микросхеме, конечно, нет светодиодов и фотодиодов, но зато реализовано два аж-маста. Что за аж-масты? А давайте вот так вот покажу. Покажу, что за аж-масты. Вот нам, если надо, чтобы моторчик крутился туда-сюда, то есть менять полярность на его вот этих вот входных выводах, надо организовать либо какой-нибудь ключ-переключатель в виде реле трехпозиционного, либо какую-то электронную схему. Такая схема есть, она не одна. Почему-то вот в основном говорят, что это тильден аж-бридж. Хотя на самом деле этих мостов дофига и больше. И вот давайте заодно и раскритикуем этого тильдена и внесем поправки вот в эти мозги, в микросхему. Значит, чтобы моторчик этот крутился в разные стороны, что потребовалось тильдену? Ему потребовалось четыре транзистора, ну это минимум четыре транзистора. Причем эти транзисторы разного типа проводимости, что мне очень не понравилось, потому как находить транзисторы разного типа проводимости в лампах-экономках я заколебался. Да и вообще, ну конечно, все можно покупать, вплоть до собственных мозгов их тоже можно купить, но все-таки хотелось бы находить пары одинаковых транзисторов, либо хотя бы на однотипных. И на однотипных транзисторах тоже можно сделать аж мост, который прекрасно будет переворачивать мотор, ну то есть делать ему реверс, без всяких вот таких вот премудростей. Ну давайте от премудрости к мудростям. Вот чтобы вот эта штука работала, работает она следующим образом. Смотрите, если вот на этот дополнительный транзистор, я их назову именно допами, он может быть фототранзистором, либо фотодиодом, либо фоторезистором. Нет, фоторезистором скорее всего быть не может. В общем, это может быть фототранзистор или транзистор. Вот мы его открываем, и что получается? У нас открывается вот этот транзистор и вот этот транзистор. Так как они крест-накрест соединены, то у нас моторчик начинает вращаться в одну сторону. Если же мы запускаем вот этот транзистор, даем проводимость на вот эти два транзистора, то есть открываем их с помощью транзистора, фото-транзистора или какого-нибудь фотоэлемента, у нас открываются два вот этих транзистора, так как они соединены крест-накрест, получается тоже. Ну то есть что значит крест-накрест? Вот смотрите, 5 вольт вот отсюда идет через этот транзистор вот сюда, потом через мотор, вот через мотор эти 5 вольт проходят через открытый вот этот транзистор вот сюда на землю. И все хорошо, мотор вращается, скажем, вот в одну сторону. Если же у нас открыт вот этот транзистор, то эти 5 вольт через открытый вот этот транзистор идут вот сюда, то есть уже противоположно, через мотор и через открытый вот этот транзистор на землю, мотор вращается в другую сторону. Все хорошо и замечательно, но происходит один такой вот казус неприятный, когда открыты оба транзистора. В этой точке у нас наблюдается практически короткое замыкание. Все четыре транзистора открылись. И, короче, те, кто делает вот по такому тильденовскому H-мосту, независимо на полевых транзисторах, на однополых транзисторах, это все можно сделать, получают на входе короткое замыкание и батареечка не то чтобы высаживается, а может даже пережечь транзисторы. Поэтому сюда надо добавлять микросхему логики, которая будет сравнивать уровень сигнала на вот этом транзисторе с уровнем сигнала на вот этом транзисторе. И если эти сигналы одинаковы, вырубать мотор, независимо от того, низкие они здесь или высокие. Так вот, вот в этой микросхеме таких мостов, вот таких вот мостов, H-мостов, целых два. Кроме того, вот для этого моста требуется дополнительная микросхема, а в этой микросхеме эта дополнительная микросхема есть. То есть мозгов уже вот в этой микросхемке целая куча. Я не только буду пальчиками водить, а покажу, как она работает, не переживайте. Итак, вот эта вот мелочь, эта мелочь называется вот так вот, по-умному. Давайте покажу, все по-умному, все по-красивому. Это L293D. Вот в данном случае экземпляр не самый мощный. Я не помню, какая буковка должна стоять для того, чтобы эта микросхема пропускала себя управляемый ток в 1 А. Но вот это 600 мА, то есть полампера прекрасно держит, но нужен радиатор. Назначение выводов, их легко найти. Эту картиночку найдете либо в статье на Яндекс.Дзене, либо просто в интернете. Их полно, тут ничего страшного и интересного такого нет. Вот назначение этой микросхемы легко можно прочитать по вот этим выводам. То есть можно прицепить два моторчика, можно пользоваться одним моторчиком, можно пользоваться двумя сразу. То есть какие функции реализуются? Допустим, мы хотим поворачивать солнечную панель в сторону Солнца. Причем поворачивать мы ее можем не только в горизонтали, но и в вертикали с помощью всего лишь одной микросхему. Если использовать микросхему с другим буквенным индексом, в описании найдете, то до 1 А. Моторы, в принципе, те, которые работают от 5 В или 12 В на 1 А, это мощные моторы. Давайте посчитаем. 1 А, 12 В, это 12-ваттный мотор. Это дофига. Он повернет не только в солнечную панель, но даже избу на курьих ножках. Вот здесь вот разные питания. Что значит разные питания? Вот эти вот 5 В, которые в эту микросхему надо подать, это для того, чтобы логика работала. Все-таки это же мозги. Мозги надо питать. Вот можно питать не маслом, а 5 В. Это для логики. А вот это вот сюда, на 8-ую ножку, подается как раз то самое напряжение, которым мы запитываем вот эти электромоторы. Допуски очень большие. От 3,5, по-моему, до 12 В. А может быть и больше. В описании все написано, и ничего там такого замудренного нет. Вот. Теперь. Значит, обратите внимание на вот эти 4 ноги. Эти 4 ноги, вот они в микросхеме, наверное, там закорочены, потому что это и есть радиатор. И это удобно. Вот смотрите, все 4 ноги соединяются на массу, то бишь на землю. И обратите внимание вот на эти ноги. Тут есть, конечно, свои особенности. Дело в том, что сюда подается 5 В, но если у вас моторчики 5 В, то и сюда вы тоже можете подать 5 В. Никто вам этого не запретит. Значит, вот эти 2 ноги можно соединить. Очень удобно, очень хорошо. Дальше. Вот здесь вот подписано, что D это цифровые порты микроконтроллера. То есть, вы понимаете, что здесь микроконтроллер, и что это самая настоящая микросхема с ногами. Где эти буковки D? Вот эти буковки D. Это D-входы. Ну, что? Я говорю D-входы, либо инверсные входы, либо инвертирующие входы, либо инверсирующие входы. Называйте как хотите. Короче, вот этими входами моторчики управляются. Подаем плюс сюда, мотор крутится в одну сторону. Подаем плюс сюда, мотор крутится в другую сторону. Это что касается этого мотора. То же самое здесь. Плюс сюда в одну сторону, плюс сюда в другую сторону. То есть, 4 функции, 5 функций, 8 функций, и все это очень хорошо работает. Это значит входные. Сюда можно цеплять всякие фото датчики, фотосимисторы, фоторезисторы и прочую ерунду, которая будет подавать напряжение питания, логики, на вот эти входы. Можно напрямую подавать 5 вольт. Если 5 вольт у вас здесь, и 5 вольт здесь, то на эти входы вы можете просто напрямую подавать напряжение питания. Но лучше ограничивать резистором. Я испытывал резисторы от 5 до 10 кОм. Все это прекрасно работает. Фототранзисторы тоже прекрасно работают. Нужна ли здесь земля? Вообще, по умной логике, если вы хотите делать инверсию на двигателе, то вы должны подать на сюда, на сюда землю, а на сюда плюс. Тогда мотор крутится в одну сторону, на сюда землю, а на сюда плюс, то в другую сторону. Для меня закон не писан. Я делаю как хочу. Я просто плюс подаю сюда, мотор крутится в одну сторону, плюс сюда в другую сторону. Значит, мы обратили внимание, что вот эти вот ноги можно соединить. Что с этими ногами? Так как это умная микросхема, хорошая микросхема. Вот здесь вот подписано, ПВМ это управление шим-сигналом скоростью оборотов этого мотора. Если вам не надо управлять скоростью оборотов, пусть мол сам крутится как хочет, мы вот эти ПВМ можем заводить на питающую шину. То есть подать сюда плюс один, и тогда это будет максимальная скорость вращения, насколько я понимаю и знаю. И на максимальной скорости вращения будет работать этот движок. Так, все здорово, значит раз, два, три, четыре, можно соединить вместе и засунуть их на плюс, ну скажем 4,5 вольта. Потому что это удобно, потому что мой аккумулятор это как раз 4,5 вольта. Итак, давайте очень быстренько показываю, как все это будет соединено. Я соединю вот эту ногу с этой ногой, эту ногу с этой ногой, эти ноги, эти ноги, эти ноги, эти ноги. Ну тут оно все подписано, и заодно вот это будет радиатор. Итак, чтобы не мочить вот такую бедненькую, красивенькую микросхемку, тем более, что она не моя, я использовал седло, либо гнездо, либо я не знаю, вот назовите сами как хотите эту штуковину. Вот, разъем для микросхемы, это удобно. Значит, чем это удобно и чем это хорошо именно для этой микросхемы? Да дело в том, что вот как вы обратили внимание, тут все симметрично получается. Если я перепутаю вверх с низом, право с левом, или центр с не центром, то вот ничего не поменяется. Вот переверну микросхему так, включится. Переверну микросхему обратно, все равно включится. Короче, вот это вот гнездо, это вот седло я опаиваю следующим образом. Вот они соединены, 4 ноги посередине, вот они вот так вот пропаяны. Могу, мог бы показать, конечно, как я там паяльничком воняю. Вот, 4 ноги здесь, вот, и вот эти ноги, они приделаны на красный провод. Вот смотрите, крайняя, 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 и вот такая вот подкова для счастья. Все. Ну, дальше что у нас? Дальше у нас вот этот вот электродвигатель, он подключен как раз к вот этим вот выводам, которые идут возле центра. Ну, возле симметричного центра. А вот этот синенький и вот этот желтенький, это как раз те пимпочки, пумпочки, ну, короче, провода для датчиков. Все соединено. И теперь вот даже со слепыми глазами, с закрытыми глазами, короче, в черных очках, я могу вот так вот взять и разместить эту микросхемку в этом гнезде. И уже показать вам, что из этого получится. То есть теория теорией, а все-таки электрическая практика тема хороша, когда мы что-нибудь включим и что-нибудь куда-нибудь повернется. Вот так вот мы в седло эту микросхемку расположили. Ну, и давайте подадим питание и получим завывание. Чтобы нам видеть, как этот мотор будет крутиться и в какую сторону, ну, как бы вращение вала будет затруднительно наблюдать глазами просто так, я применю свою военно-полевую хитрость. Вот такую вот рукояточку сюда просто приделаю. Ну что, давайте на черный минус, а на красный плюс все это дело запитаем. Запитаем это аккумулятором. Это будет удобно, это будет хорошо, это будет красиво. Вот так вот, вот так вот и вот так вот. Все. Ничего не жужжит, ничего не происходит ровно до тех пор, пока я не начну подавать плюсы на вот эти вот выводы, обозначенные D. Триггерные вот эти выводы. То есть сейчас мы будем касаться то сюда плюсиком, то сюда плюсиком. Можно касаться через резисторчик. Ну, давайте коснемся через резисторчик и посмотрим, получится что-нибудь или нет. Вот это в одну сторону. Теперь берем желтый провод и также подаем плюс. Вот так вот. В другую сторону. Ну, как я уже сказал, можно обойтись без резистора. Показываю, как это будет происходить без резистора. Так, мозги в студию, мотор в студию. Вращение в одну сторону. Теперь вращение в другую сторону. И теперь давайте соединим оба вывода вместе. И касаемся. Ну, так, наверное, не очень красиво смотрится. Давайте вот так вот крутится в одну сторону. Давай крутись. Касаемся двумя сразу. Не крутится. Отпускаем. Отпустить не удалось сходу. Вот. Отпускаем вращение сюда и сюда. Конечно, с помощью вот таких вот микросхемчиков строить все вот эти вот чудесные, замечательные ардуиновские самоделки можно не задумываясь. То есть, вот не надо ничего там выдумывать, паять, релюхи какие-то делать. Достаточно прицепить вот сюда вот фотодиоды, фоторезисторы либо фототранзисторы. И, пожалуйста, у нас будет шикарная самоделка. Допустим, вот такая, которую я сейчас покажу на схеме. То есть, вот. Можно сделать таким вот образом. Вот этими вот сопротивлениями. Ими можно настраиваться на вот этот вот фототранзистор либо фоторезистор. Можно их сделать переменными. И вот от 1 кОм до 10 прекрасно все это дело работает. Главное, чтобы вот здесь вот у вас был фоторезистор достаточный для того, чтобы открыть вот этот вот 15-й вход. Ну, или вход для вот этого моторчика. Все это будет прекрасно бегать. То есть, вот те самые машинки, которые бегают по черной полосе, вот те качающиеся датчики, которые следят за солнцем туда-сюда, либо машинка, которая бегает за лучом, все это прекрасно исполняется всего лишь на одной вот такой вот микросхеме, даже без дополнительных транзисторов. Еще расскажу, что вот для данной микросхемы с индексом D характерен ток, который вот здесь вот будет протекать от вот этого вывода на вот эти электромоторы, на эту землю, 600 мА. Индекс D говорит о том, что в данном случае микросхема в себе содержит еще и защитные диоды от индуктивных нагрузок. И эти микросхемы могут управлять не только моторами, а еще и реле, ну, возможно, даже трансформаторами какими-то. То есть здесь буковка D нам говорит о том, что защитные диоды установлены внутрь и уже наружи их ставить не надо. Есть такие схемы, где параллельно мотору мотор ставится в мост из диодов, чтобы его индуктивные токи и напряжения не воздействовали на электронику. Для данной микросхемы это вообще по барабану. В общем, вот такие замечательные мозги, с помощью которых я, наверное, что-нибудь такое красивое изображу. Как она работает, я рассказал. Как она работает, я показал. Сам собой доволен. И вам всем пока.